всем привет у нас продолжается самоизоляция и я продолжаю рассказывать про символы которые мы используем сегодня про вот этот символ уналон а вот он или вот так можно его посмотреть с вашего позволения я не буду сидеть на скамеечке возле дома до засиделись уже в самоизоляции я пройдусь по деревне буду какие-то делать отвлекающие комментарии про деревню и попутно вам рассказывать про символ мы его используем наверное сейчас в 30 40 процентов наших изделий его история довольно интересно думал вам понравится так давайте сначала пару слов про деревню это самый обычный тайский поселок именно деревне мы с вами уже смотрели а это такой коттеджный поселок или поселок городского типа у нас все принято считать до на называть так значит здесь самые обыкновенные тайские домики живу здесь не богатые люди я вот считают мое мнение что это представители среднего класса что такое в таиланде средний класс это люди которые опять же это мое мнение это люди которые в кредит или в рассрочку по одной процентов смогли купить вот примерно такой дом таких поселках в стране десятки или сотни тысяч вокруг каждого города каждого даже небольшого города есть обязательно такие поселки коттеджного типа так вот это люди которые смогли купить такой домик который на семью имеют несколько видов транспортного средства смотрите вот у нас тут две машины тут две машины и вот раз мотороллер и два мотороллер и дальше там практически в каждом доме сейчас просто многие уехали на работу у нас судей да это наш сосед поехал вот у нас сосед да он работает слесарием обрабатывает металл а почему это знаю потому что он на период самоизоляции у него цех его закрылся он работу забрал с собой и он целый день пилит сверлит строгает отличительная особенность тайского поселка в чем нет преступности потому что во первых в таиланде там где мало туристов соответственно аферистов всегда мало преступности да поэтому очень-очень низкие заборы они практически символические такие вы видите да его до перевозить не надо его можно перешагнуть а вот этот вот дом угловой купили китайцы но эмигранты до которые как и мы тоже тут живут уже давно и они по своей китайской традиции поставили забор причем довольно интересно смотрите они поставили его с двух сторон а вот здесь можно это дом тут давно никто не живет вот в этом ну или редко приезжают да можно перешагнуть этот забор потом перешагнуть там и ты в доме по сути но тем не менее они купили и поставили заборы на свой китайский манер в китае видимо с преступностью все пожестче построже я живу давно в этом поселке до этого мы жили в другом поселке в таком же случаев какого-то воровства грабежей взлома домов гон автомобилей я не слышал вообще никогда в принципе никогда думаю что в интернете если поискать можно найти какие-то криминальные истории они конечно же есть преступность есть воровство есть взломы есть но это исчезающе мало в таиланде я как юрист по образованию довольно часто отслеживаю всякие криминальные хроники мне просто интересно да чего все происходит а так вот средний класс в таиланде составляет больше 70 процентов это люди которые я прервался да немножко это люди которые могут позволить себе такой домик в рассрочку пару автомобилей в рассрочку и дать детям образование тоже в рассрочку в кредит вот такой момент значит тут у нас смотрите лев синха это элемент индуистской традиции индийской который плавно пришел буддизм пиво синха кто был в таиланде я думаю пробовали так вот давайте вернемся к уналону а значит вот опять же у нас две машины видите вот одного вторая жили-были коренные жители всей азии полностью здесь у нас тоже две машины повторяюсь поселок не считается каким-то богатым вот это обычный поселок таких очень-очень много живут тут в основном всякие рыботяги которые работают на заводах на фабриках и всякое такое вот у нас прямо во дворе домик духов это языческая традиция как и синха лев зачем лев синха сидит на входе он охраняет вход в дом от злых духов он выглядит злым у него клыки он их пугает да они домой не заходят так вот из африки люди вышли заселили среднюю и восточную азию и дошли до австралии как они выглядели это были негри тосы и то есть это были чернокожие люди кучерявые значит с пухом и губами небольшого роста они были если вы видели фотографии папуасов кстати мои коллеги по байкерскому хобби вот у них тоже пару чоперов стоит тем и женой были на папу вот так выглядят выглядели да раньше мы говорим о прошлом все коренные жители юго-восточной азии полностью монголоидов тогда не было тут не наблюдалось это плена про который мы говорим откуда происходит этот символ так вот и эти папуасы в индии в междуречье карту я прикрепляю они организовали государство одно из первых соответственно шумеры в то время уже были египтяне тоже были да но вот как бы кроме шумеров египтян практически никого не было значит загуглите махенджи дара да это на сто процентов папуаская цивилизация здесь у нас необычный доме домик духов в виде лодочки и там он портрет это король рама 5 который был возведен в лик святых есть довольно большая буддийская секта которая поклоняется ему секта хорошем смысле слова она не запрещена то есть есть направление буддизма где поклоняются будде и еще раме пятому а это у нас на территории поселка квартирные дома невысокие получается здесь сколько пять этажей да и общие общественные бассейны все кто здесь проживают все могут в этих бассейнах купаться так вот государство зародилось примерно 3300 лет то есть в тридцать третьем веке до нашей эры основали у полностью папуаса они изобрели обожженный кирпич и быстро и много стали строить очень много очень быстро настроить десятки городов а значит они изобрели помимо кирпича вот у нас бассейн бассейн закрыт на час карантин до купаться нельзя так вот папуаса на самом деле дали нам очень много это хараптская цивилизация называется город один из крупных мохенджедара если вы загуглите очень много всяких легенд пишет что там было ядерная война потому что там камни якобы оплавленные прям находят там якобы находят следы ядерной бомбардировки я вам все это конечно же не верю никаких подтверждений этому не существует что что там что они нам дали реально реально эти люди они очень сильно обработали и преобразили языческие культы которые существовали не в племенах естественно они жили до основания государства племенными союзами они изобрели собственно жест вай это когда руки складывают перед лицом он фиксируется впервые только у них больше никто им в то время не пользовался и оттуда он разошелся везде в том числе я знаю что католики также складывают руки перед лицом собственно буддисты азиаты тайцы и берманцы и ланкийцы индусы и многие многие другие когда здороваются складывают руки перед лицом вот впервые этот же стали использовать именно представители этой цивилизации да то есть папуасы в данный момент считается что он символизирует лотос бутон лотоса есть есть бутон знаешь будет цветок тут у нас я вам сейчас иду показывать теннисные корты наш сын какое-то время здесь занимался теннисом сейчас занятия тоже конечно же они официально не прекращены на самом деле я смотрю вон дети играют вот это все играть можно бесплатно тренер стоит конечно же каких-то денег так вот во первых жест вай бутон лотоса есть есть бутон значит будет цветок да то есть когда жители восточной азии вам этот жест показывают они желают вам процветания эти люди считается что изобрели йогу потому что у них очень часто фиксируется изображение где правитель или некий шаман или какой-то лидер сидит в позе которую мы называем теперь поза лотоса или буддийская поза или поза йоги да они изобрели письменность причем была она срисована с клинописи шумерский или нет неизвестно но единственный момент ее не расшифровали по сей день к сожалению табличек очень много сейчас есть 64 версии что там написано да то есть по сути не расшифрована на эти все версии не совпадают если бы из них допустим 20 30 совпадали можно было бы сказать что да вроде как ключ на один ключа не найдены к сожалению следующий момент они стали использовать очень активно изображение изображать правителей которые потом были обожествлены с рогами потому что в это время примерно была домашняя корова и соответственно ее ценили и ей поклонялись правитель с рогами было видимо модно и круто и вот эти рога они как прилипли тогда к правителям божествам они так до сих пор и очень часто много где используются вы знаете да что рога присутствуют и в христианстве и например у яхве тоже по описанию рога есть про рога запомните отложите в памяти далее эти люди изобрели шиву шива в переводе означает черный то есть у них было черное божество потом остальные божества бы были все сугубо белые почему так получилось я вам сейчас дальше расскажу а и естественно так как они поклонялись языческим тотемным божествам таким как лев синха корова естественно там поклонялись и до сих пор в индуизме поклоняются змеи была некая королева змей которая была положительным героем вот змея вообще очень часто и много во многих культурах обожествляется почему но смотрите я так думаю да с точки зрения первобытного человека неграмотного змея убивает по сути людей или животных вообще убивает как-то неописимо и без использования физической силы то есть она делает две маленьких маленьких дырочки человек берет умирает после этого я думаю что с вот связи с этой особенностью смея приписывали какие-то волшебные магические свойства и во многих культурах есть поклонение змеи так вот значит живут у нас папуасы поклоняются и змеям том числе и и используют в огромном количестве кирпич а также они первые ввели такую вещь как ритуальные омовение и культа чистоты тела найдены в их городах огромное количество бань ну как мы это теперь называем бани или какие-то места для массового омовения то есть резервуары с водой где есть специально оборудованные места чтобы много людей одновременно могли мыться считается что они мылись часто и много и вот у них был культ чистоты в принципе у других народов в это время этого не прослеживается они были первыми так тут мы развернемся пойдем обратно потихоньку я как раз разомнусь погуляю весь день сегодня работаю далее от них именно от них пошла культура многоликих богов я думаю что картинки вы видели а так как они массовые производили прям на потоке кирпич из кирпича настроена очень очень много всего для обжига кирпича нужен нужно дерево его нужно сжигать поэтому они сами себя погубили они срубили все дерево полностью свели все леса что произошло когда сводится весь лес дожди размывают почву и все элементы минералы до которые нужны для сельского хозяйства то есть от них зависит по дороге весь подородный слой стекает в прилегающие речки из-за этого речки происходит обезвоживание они мелеют то есть вода уходит то есть но поднимается поднимается речку засыпает по сути грунтом и вот к 1300 году до нашей эры у них одна река вообще просто исчезла она пунктиром вот на карте посмотреть обозначена просто сейчас вообще другая у них обмелела то есть стала очень мелкой ну и собственно их цивилизации подошел логический конец да плюс в это же время примерно в 2000 году до нашей эры а потихонечку на эту территорию стали проникать арии или арийцы это народы которые имеют примерно иранскую внешность и естественно к русским или украинцам вообще к славянам никакого отношения и к немцам тоже не имеют совершенно так вот их стали потихонечку завоевывать белые всадники севера арийцы естественно они захватили потому что в это время цивилизация была в крайнем упадке и что получилось они проживая на одной территории с завоеванным народом они основали кастовую систему куль белой кожи почему подчеркнуто что шиво черный они вот так и назвали его что они был черный бог потому что и боги были белыми понятно и с этого момента у нас получается индоарийская культура и ее представители через торговлю проникают по всей восточной азии полностью люди это были образованные я уже говорил они умели писать читать вот обладали какими-то инженерными навыками они могли строить и растительную систему создавать ирригацию строить города оборонительные сооружения насколько я понимаю в других частях юго-восточной азии на тот момент всего этого не было и вот они вместе с торговлей то есть как это выглядит сначала торговали потом приехал допустим инженер да брат нам торговца говорит давайте я тут построю сейчас канал например научу вас сельскому хозяйству грамотному заливному через каналы ему говорят а давай мы тебе еще денег заплатим там есть на денег тогда не было едой например отдадим или товарами он построил что-то одно потом второе потом третье потом мы предложили остаться а потом предложили например жениться на дочери местного вождя собственно потом их сын который тоже получил образование индорийской скажем так он стал правителем и таким образом вся его восточная азия от шри-ланки до бали по сути стала культурой колонии стала культурной колонии индорийской то есть все стали писать одинаково буквами которые мы называем сейчас с санскритом все стали строить что-то похожие одинаковое посмотрите храмы например анкарват например прамбанан анкарват это у нас камбоджа прамбанан это у нас ява они один в один списаны полностью с индийской архитектуры особенно североиндийский да это как раз наследники индорийской культуры полностью так вот эти люди принесли сюда на территорию таиланда культ поклонение змея культ змеи потому что змея она крутая да как бы необъяснимо как-то убивает людей это круто ей надо поклоняться потом начиная с четвертого века уже нашей эры суда потихонечку именно территории современного таиланда стали прибывать по речке меконг тайцы или племена из которых потом получились тайцы да то есть скажем так люди которые говорили на тайко-дайской группе языков из них получились тайцы лаосцы и на самом деле это довольно интересно что тайцы на самом деле не коренные жители они сюда приплыли на лодках по реке меконг с южного горного китая на горе фунань сейчас в китае живут считается что около 20 миллионов тайцев которые никогда в таиланде не были у себя на родине да по сути а тут была совсем другая культура я имею ввиду тайцев или до тайцев прото тайцев как угодно можно их назвать тайские племена тайские волоски дело в том что они расселялись вдоль рек они перемещались по речкам у них культура была совершенно такая кочевая речная у них до сих пор присутствуют традиционные лодки и личные пироги боевые они очень узкие очень длинные это сугубо только речной транспорт в море такая лодка долго долго не проплавает она моментально при волне она перевернется и утонет сразу же да если даже держать нос по волне она поломается она слишком длинная то есть это не морской транспорт и соответственно как и положено для культуры которая возникла на реке местные жители теперь уже местные жители пришельцы поклонялись речным всяким божествам вот они взяли очень агрессивную рыбку которая всех адски кошмарила называется серединой король фотографии смотрите это хищник он вырастает довольно крупных размеров у него прям крупные зубища и принципе как божество или тотемное животное он подходит очень хорошо он бодрый дерзкий и агрессивный я думаю что особенно крупные особи могли запасно подать на людей поэтому он у людей пользовался уважением ну как и крокодил например и вот собственно местные жители они поклонялись вот этой рыбе а у нее посмотрите вот такие на голове есть усы и дело в том что все тропические речки они очень мутные то есть видимости там практически нет никакой она нулевая меконг вообще он всегда очень мутный поэтому ей нужны вот такие сенсоры да то есть чтобы понимать движение чувствовать движение воды значит нюхать воду если это правильно звучит конечно неправильно но вы понимаете о чем я и что получилось вот жили-были тайцы здесь они встретились с индарийцами с их культурой те поклоняются змее они подумали подумали и что они сделали свое божество как-то неудобно бросать да поэтому они взяли совместили у них получилась такая рыба змея называется она нага вот ее так назвали на самом деле я думаю что с ледяной король живет или обитал в принципе во всех крупных тропических речках да что в бирме в индию он тоже обитал но по разным причинам поклоняться индарицы и или еще получается папуасы начали змеи а вот местные жители этой рыбине агрессивной и они взяли совместили получается что нага она очень прочная села в местном язычестве а потом она очень плавно пришла в индуизм заменив там змею и потом это уже рыба змея она пришла очень плавно и очень прочно закрепилась в современном буддизме смотрите вот эти усики до которые не на голове как бы они превратились потихонечку в изобразительном искусстве но что видимо я думаю так чтобы не рисовать много усов это же сложно это же все высекались камни отливались бронзы гали на шелке да этот усик сильно упростили усики сильно упростили в один а потом потихонечку он превратился в такой извилистый рог на голове у рыбы тире змеи вы сами знаете что у змеи не бывает так много клыков а вот посмотрите у рыбу это много клыков да посмотрите картинки которые прикрепил и собственно у нас очень часто это змея она обладает в нее полный рот огромных клыков кривых собственно какой-то рыбы в таком именно виде по мнению местного тайского буддизма королева змей нага приползла и спасла буду от диких зверей и от ненасти когда он медитировал и собирался отойти в нирвану просветление какой момент получился что в индии по индийской версии прибавила просто змея обычно змея в нашем понимании только очень большая королева змей да а в местном буддизме это была уже такая рыба змея причем очень часто на статуях у нее уже не одна голова бывает 3 бывает 7 бывает 9 то есть она еще стала многоголовой и в данный момент вот эта нага с рогом который называется у на лон она присутствует обязательно на территории всех буддийских храмов в таиланде вообще во всех она стоит на входе защищает храм от злых духов она выглядит довольно страшно у нее куки рога поэтому духи пугаются и храм не заходят и на крыше всех храмов всех монастырей я уже об этом рассказывал обязательно этот у на лон присутствует какой момент так как это рыба змея помогла просветлеть будди значит и урок это символ просветления соответственно развитие движение вверх вперед вообще всего хорошего что в себе несет буддизм и соответственно еще я думаю что до появления буддизма скорее всего период позднего язычества индуизма этот рок у на лон когда произошло слияние змеи и рыбы он собственно вошел очень серьезно в культуру амулетов и в том числе тату амулетов тайцы производит и носят очень много специальных амулетов волшебных до которые делать специальные шаманы наговаривают их есть хотите я могу эту тему немножко развернуть и сделать небольшой обзор именно по амулетам так вот у на лон там часто присутствует соответственно он присутствует наших изделиях значит и у на лон обязательно присутствует во всех во всех тату амулетах здесь есть такая культура специальный шаман беседует с человеком выясняется что человеку не везет или он часто болеет он ему набивает мантры и специальные сакральные значки мантры не из буддизма эта культура не буддийской мантры они вообще буддизм пришли из индуизма оттуда пришли из язычества это были заклинания до языческие так вот у на лон он присутствует и в этих тату амулетах которые собственно набивает специальный шаман проводит обряды все это наговаривает и человек носит в чем плюс их невозможно потерять я от люблю все терять поэтому я помимо амулетов воде и все дальше довольно большим количеством этих татуировок тату амулетов татуировок шаманских да и как раз сейчас вам покажу удобно показать вот у меня тот самый у на лон видите один вверх торчит другой вниз опа все увидели что получается что это очень и древний символ подводим итоги который он возник в язычестве на слиянии двух культур по сути это была городская цивилизация махенджи дара да и речная кочевая тайская культура но по сути мы не можем и называть тайски тогда еще как бы тайцев как таковых не было это предки тайцев вот и собственно символ очень древний и несет исключительно положительный момент то есть это просветление движение вверх вперед нам он очень понравился а именно благодаря своей длинной длинной очень истории да и присутствие во всех культурах юго-восточной азии и мы его очень активно бодро используем судя по тому что заказов очень много я говорил что у нас процентов 30 примерно изделий заказывают с этим символом вам он тоже понравился вот вам немножко более подробно история его возникновения спасибо всем пока